Демонтаж топливных насосов Для их очистки применяют стандартные ходовые средства очистки, удовлетворяющие соответствующим гигиеническим и экологическим требованиям. Для выдувки отдельных компонентов применяется сухой фильтрованный воздух. Демонтаж Первым демонтируется подкачивающий насос. Мы демонтируем крепежные гайки подкачивающего насоса и высунем насос из отверстия в корпусе топливного насоса. У типов МФ и МИ мы демонтируем крепежные винты с накладками. Мы снимаем уплотнительное О-кайцо. Внимание! Не потеряйте нажимной палец. Вывентив болт соединяющего элемента с уплотнительными кольцами, мы демонтируем ручной насос в сборе. У типов МФ и МИ мы демонтируем ручной насос. Мы демонтируем пробку с уплотнительным О-кайцом. Мы снимаем уплотнительное О-кайцо. Мы вынимем всасывающий клапан с уплотнительным кольцом. Далее пружину и поршень с перепускным клапаном. Демонтаж корпуса регулятора в сборе. Мы демонтируем крепежные винты корпуса регулятора. Мы вынимем шплинт и соединительный палец, рейки и тяги. Мы снимаем корпус регулятора в сборе. Снимаем прокладку. Мы демонтируем крепежные винты крышки корпуса регулятора. И снимаем крышку. Мы демонтируем контргайку тяги с пружинной и гладкой шайбами. Мы отпустим винты, рычага и пайца регулятора. Снимаем рычаг и палец с эксцентрического вала. Мы вывынтим тягу. Снимаем тарелку и пружину. Мы вынем скользящую муфту из шлицов эксцентрического вала. Мы отцепляем пружину от эксцентрического вала. Из подшипников эксцентрического вала вынем стопорные койца. Мы выдавим подшипники из корпуса регулятора. Снимаем уплотнительные окоица и манжету. Мы приповернем эксцентрический вал, вынем его из корпуса регулятора. Мы вынем пробки корпуса регулятора. Высунем палец из корпуса регулятора и вынем освобожденные рычаги. Двойной рычаг в сборе не демонтируется. Он поставляется только как одно целое. Из главного рычага мы вынем регулировочную гайку тяги в сборе. Демонтаж корректора избыточного давления. Мы демонтируем крышку и пробку корректора избыточного давления. Отделим прокладку. Мы демонтируем крепежные винты с шайбами корректора избыточного давления. Мы снимаем корректор избыточного давления с корпуса регулятора. Отделяем прокладку. Мы демонтируем гайки винта поршня. Вынимаем тарелку с пружиной. Мы демонтируем крепежные винты крышки корректора избыточного давления. Вынимаем крышку и винт с поршнем. Мы демонтируем крепежные винты кольца крышки корректора избыточного давления. Вынимаем кольцо с мембраной. Мы демонтируем подводящий патрубок с корпуса корректора избыточного давления. И вынимаем пружину. Из шлица пальца корректора избыточного давления мы вынимаем предохранитель. Из корпуса корректора избыточного давления мы высунем палец, пружину. И рычаг с шайбами. У другого типа корректора избыточного давления мы демонтируем крепежные винты крышки и снимаем ее. Мы демонтируем гайку. Вынимаем шайбы с мембраной, пружину и прокладку. Из шлица пальца корректора избыточного давления мы вынимаем предохранители, высунем поршень. Палец, пружину и рычаг. Демонтаж ротора. Мы снимаем втулку с подшипником в сборе с ротора регулятора. С шлица цапфы мы снимаем предохранительное кайцо. Ротор регулятора с шайбой. И защитим кулачковый вал от поворота. Мы демонтируем крепежную гайку и пружинную шайбу с несущей цапфы кулачкового вала. Мы демонтируем несущую цапфу с кулачкового вала. Демонтаж корпуса топливного насоса в сборе. Мы демонтируем крепежные винты и шайбы топливных секций. Мы вынимаем топливные секции в сборе из корпуса топливного насоса. Снимаем уплотнительные окоица. Мы сжимаем пружину плунжера к вещами. Вынимаем нижнюю тарелку пружины. Мы вынимаем из сепаратора цилиндра пружину плунжера с шайбой, поворотную втулку и плунжер из цилиндра. Внимание! Не спутайте парные части. Мы вывинтим штуцер резьбового соединения. У типов МФ и МИ мы снимаем уплотнительное О-кайцо. Мы вынимаем из цилиндра питатель пружину пинцетом конус нагнетательного клапана корпус нагнетательного клапана с уплотнительными прокладками. Поршень вставляем в цилиндр, чтобы не спутать парные части. У типов МФ и МИ под нагнетательным клапаном есть только одна уплотнительная прокладка. Мы демонтируем пробку упора рейки, вынимаем рейку из корпуса топливного насоса в сторону его привода. Мы вынимаем ограничительные шайбы из корпуса толкателя и толкатели в сборе из корпуса топливного насоса. Мы демонтируем крепежные винты с шайбами центрирующей крышки из корпуса топливного насоса и снимаем центрирующую крышку с ограничительными шайбами. У типов МФ и МИ есть крышка с манжетой. Мы снимаем манжету. Мы высунем кулачковый вал из корпуса топливного насоса в сторону привода и снимаем подшипники. У типов МФ и МИ мы демонтируем винты с накладками. Кулачковый вал высунем из корпуса топливного насоса в сторону регулятора. Мы демонтируем вал установки для исключения подачи топлива. Снимаем предохранительные кольца с шайбами. Из корпуса топливного насоса мы вынимаем штифт, вал, пружину с рычагом и манжету. Монтаж. Мы начинаем монтаж с корпуса топливного насоса в сборе. Кулачковый вал в сборе мы вставим со стороны привода в корпус топливного насоса в зависимости от порядка впрыска. У типа PP6MF мы вставляем кулачковый вал с упорным подшипником. У типов МФ и МИ мы вставляем кулачковый вал со стороны регулятора. Упорный подшипник мы обеспечим винтом, подтянем его до момента затяжки 16 Нм. Мы обеспечим кулачковый вал винтами с накладками и подтянем их до момента затяжки 7 плюс 2 Нм. Мы вставим центрирующую крышку с ограничительными шайбами, подтянем винты с шайбами центрирующей крышки до момента затяжки 7 плюс 2 Нм. Ограничительными шайбами мы определяем осевой зазор кулачкового вала, допустимый зазор 0,00-0,05 мм. У типов МФ и МИ контроль осевого зазора не производится. Мы вставим толкатели в сборе в корпус топливного насоса от шейфованной поверхности в сторону пальца в корпусе насоса. Проконтролируем их свободный ход. Мы вставим рейку в корпус топливного насоса со стороны его привода. Перед началом монтажа топливных секций необходимо определить толщину ограничительной шайбы измерительным приспособлением. Для расчета толщины ограничительной шайбы необходимо знать размер L, это размер поршня с цилиндром. Размер H, размер корпуса топливного насоса. И константу С, зависимую от геометрического начала подачи топлива, измеряемую от нижнего мертвого положения кулачкового вала топливного насоса. Толщина ограничительной шайбы T рассчитывается согласно формуле. Расчитанные ограничительные шайбы мы вставим в соответствующие секции топливного насоса на дно толкателей. В топливные секции мы вставим прокладку нагнетательного клапана, нагнетательный клапан, вторую прокладку и пружину с питателем. Мы завинтим штуцеры резьбового соединения, подтянем его до затяжного момента 45 плюс 3 ньютон-метра. У типов MF и ME находятся под нагнетательным клапаном только одна прокладка и уплотнительное О-кальцо штуцера. Плунжер мы отрегулируем так, чтобы риска на поводке плунжера ориентирована была в центр поворотной втулки. На плунжер с цилиндром мы наденем поворотную втулку и шайбу с пружиной. Мы нажмем на пружину плунжера и вставляем нижнюю тарелку. На топливную секцию мы наденем уплотнительное О-кальцо. При частичном нажатии на пружину мы контролируем плавный ход поворотной втулки. Топливную секцию в сборе мы вставим в приспособление, контролируем ее герметичность воздухом под избыточным давлением 0,2 мегапаскай при погружении в воспитательную жидкость. Топливную секцию в сборе мы вставим в корпус топливного насоса таким образом, чтобы двойная впадина между зубьями поворотной втулки подошла к двойному зубу зубчатого зацепления рейки. Мы подтянем топливные секции, винты с шайбами до момента затяжки 7 плюс 2 ньютон-метр. Мы контролируем свободный ход рейки в любом положении кулачкового вала во всех пределах рейки, который является 21 мм. После монтажа топливных секций в корпус топливного насоса мы сделаем испытание на герметичность топливного пространства под давлением воздуха. При этом допускается падение давления с 0,6 мегапаскай на 0,03 мегапаскай за 20 секунд. Мы производим контроль герметичности пространства сброса топлива и сбыточным давлением воздуха, но и целых 0,2 мегапаскай. Мы запрессуем в корпус в сборе манжету, вводим рычаг с пружиной, вал и штифт. На вал мы нанесем шайбы, обеспечим их предохранительным кольцом. Монтаж ротора регулятора. Мы зафиксируем кулачковый вал от поворота, наденем на кулачковый вал цапфу с пружиной, прокладкой и гайкой. Перед вставлением цапфы мы проконтролируем износ трехлопастной пружины. Гайку мы подтянем до момента затяжки 57 плюс 5 ньютон-метр. Мы наденем на цапфу кулачкового вала шайбу, ротор регулятора и проконтролируем радиальный зазор трехлопастной пружины. Ротор регулятора мы обеспечим предохранительным кольцом. Вставим втулку с подшипником в сборе на носитель ротора регулятора. Ограничительными шайбами шейки подшипника мы определим размер. Мы контролируем расстояние между центровой шейкой подшипника втулки и фланцем, которое должно быть 45,5 плюс 0,3 мм. Мы контролируем общий ход ротора регулятора. Он должен составить минимум 6 мм. У топливных насосов с ориентированием ротора регулятора индикатором часового типа мы устанавливаем герметическое начало подачи топлива согласно инструкции по регулировке или же переместим герметическое начало подачи топлива на требуемый угол. Ориентирующим штифтом с пружиной в корпусе топливного насоса мы зафиксируем положение цапфы ротора регулятора. Цапфу подтянем гайкой с шайбой до момента затяжки 57 плюс 5 ньютон-метров. Ориентирующий штифт мы вернем в первоначальное положение. Монтаж корпуса регулятора в сборе. В главный рычаг мы завинтим втулку холостого хода, позитивный корректор, вставим регулирующую гайку тяги в сборе, проконтролируем размер вилки в сборе. Завинчиванием вилки мы отрегулируем размер двойного рычага на 55 плюс 0,4 мм. В корпус регулятора мы вставим главные и двойные рычаги. Рычаги мы соединяем пальцем при помощи дорна, набиваем пробки, натертые уплотняющей мастикой. В корпус регулятора мы вставим эксцентрические валы и подключим пружину двойного рычага. Мы заприсуем манжету. На подшипники наденем уплотнительные окоица. Подшипники вставим в корпус регулятора на эксцентрический вал и обеспечим предохранительными койцами. Мы вставляем скользящую муфту в шлицы эксцентрического вала. В скользящую муфту мы вставляем пружину, тарелку и тягу. Тягу мы завинтим в регулирующую гайку главного рычага регулятора. Пружину отрегулируем таким образом, чтобы у нее не было осевого зазора и, возможно, было бы свободно ей вращать. Тягу мы обеспечим гайкой. Монтаж корректора избыточного давления Мы вставляем палец в корпус корректора избыточного давления, двухплечный рычаг, пружину с шайбами. Палец мы обеспечим предохранителем. В корпус корректора избыточного давления мы вставляем пружину, завинтим патрубок и подтянем его до момента затяжки 36 Нм. Мы заменим поврежденную мембрану, завинтим кайца с мембраной в крышку корректора избыточного давления, винт подтянем до момента затяжки 1,3 Нм. Мы проконтролируем положение ориентирующего штифта крышки корректора избыточного давления. Штифт должен быть вставленным тоже в поршне. Крышку корректора избыточного давления мы прикрепим винтами с шайбами к корпусу, винту подтянем до момента затяжки 1,3 Нм. На винт поршня мы наденем пружину с тарелкой и обеспечим гайками. Мы вставляем прокладку, прикрепляем корректор избыточного давления к корпусу регулятора винтами с шайбами. Винты мы подтянем до момента затяжки 7,2 Нм. У другого типа корректора избыточного давления мы вставляем в корпус палец, рычаг, пружину, поршень. Палец мы обеспечим предохранителями. На поршень корректора избыточного давления мы вставляем прокладку, пружину, шайбы с мембраной, которую мы обеспечим гайкой. Крышку корректора избыточного давления мы прикрепляем винтами, подтянем их до момента затяжки 5 Нм. На эвсцентрический вал корпуса регулятора мы вставляем палец и рычаг управления. На корпус регулятора мы вставляем прокладку, крепежным штифтом соединяем рейку с тягой регулятора, штифт зашпинтуем. Корпус регулятора мы прикрепляем винтами с шайбами к корпусу топливного насоса. Винт подтянем до момента затяжки 7 Нм. Монтаж подкачивающего насоса. В корпус с гильзой и нажимным пальцем мы вставляем перепускной клапан, пружину и всасывающий клапан с прокладкой. В частично собранный подкачивающий насос мы завинтим пробку с уплотнительным О-кальцом. Пробку мы подтянем до момента затяжки 30 плюс 3 Нм. К подкачивающему насосу мы прикрепляем ручной насос с соединяющим элементом и уплотнительными прокладками. У подкачивающего насоса другого типа мы прикрепляем ручной насос с уплотнительной прокладкой. После монтажа мы производим контроль герметичности и всасывающего действия. Во всасывающее отверстие мы подводим сжатый воздух под избыточным давлением 0,2 Мп. Герметичность мы контролируем визуально в течение 30 секунд. Контроль всасывающего действия мы производим промытым, незавитым подкачивающим насосом, который должен достигнуть разрежения 0,015 Мп. Допускается падение разрежения максимально на 0,00 Мп за 40 секунд. На подкачивающий насос мы наденем уплотнительное О-кайцо. Гайками с шайбами мы прикрепляем подкачивающий насос к топливному агрегату. У типов МФ и МИ мы прикрепляем подкачивающий насос винтами с накладками. Продолжение следует...